О преспечи! Цветущая луга, испещренная золотистыми цветами, украшенная прекрасными деревьями и оглашаемая пением птиц, одновременно услаждают и чаруют из зрения и слух людей. Вот солнце бросает сюда свои золотые лучи, и они рассыпаются в цветах бесчисленным множеством блесток. Голоса неможенно щебечащих птиц сливаются здесь в приятной мелодии, подобно свирели. С хором пернатых соперничают зефиры, обивающие долины и ласкающие слух, подобно цитрам. А за ними и постоянные обитатели полей и лугов, пастухи, у которых в ушах звучат лирические мелодии перчих птиц. Принимается воспроизводить их на своих многозвучных свирелях, заботливо отыскивая для своих стад лучшие места и лучшие травы. Но там, в лугах, источник катит свои быстрые волны, а здесь у нас сияет сладостное учение божественной мудрости. Там щебетание перчих пташек, а здесь мелодии священных псалмов. Там любительница уединения горлица, гнездясь на деревьях, нежным воркованием возвещает прекрасную весну, а здесь Иоанн, питающийся акридами и диким медом, своей пустынной, а лучше сказать, духовной проповедью, возбуждает церкви и, подобно трубе, возглашает явление миру небесной весны. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, гласно пьющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези Ему». Матфея 3.1.3 В те дни, в одни явления Иисуса, Бога, в одни пришествия Царя Небесного, в одни возблистания Привечного Света. В те дни приходит Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне, не в обитаемой стране, потому что род человеческий еще представлял собой пустыню, еще не сделался жилищем Отца, Сына и Святого Духа. Что же он проповедовал? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, о покаяние, в самых слезах пожинающие жизнь, и вместе с брачным убором получающие брачный светильник, о покаяние, обличитель дьявола, покровитель обращенных, сам же Иоанн имел одежду из верблюжья волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищи его были акриды и дикий мед. Облачетесь возлюбленным в одеянии Иоаннова, может быть в нем заключается загадка нашего спасения? Оно, это одеяние, служит образом людей, обращающихся из язычества, и одежду из верблюжья волоса. В верблюду Писание часто уподобляет дьявола по причине его гордости, коварства и ярости. Так у пророка Исаии, наблюдающий со сторожевой башни, говорит «И видел я всадника на осле и всадника на верблюде». Всадник на осле изображает Христа, так как он вошел в Иерусалим, восседая на осле, а всадник на верблюде изображает антихриста, грядущего в мир в последние дни по действию дьявола. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса. Проповедь в благочестие, обратив к себе язычников, подобно волосам, покрывающим дьявола, и обнажив его таким образом, он сплотил их в церковь и единством веры соткал тело церкви, себе устроил покров спасения. И на чреслах его кожаный пояс. Писание упоминает о чреслах и поясе, чтобы показать, что естественная страсть противной целомудрии была умершлена охватывающим совне ее вместилище, чресла, поясом из мертвой кожи. Этот пояс являлся неложным свидетелем скрытого внутри девства. Ел, говорится, он окридый дикий мед. Это указывает на иудеев, отступивших от закона и заповедей, как говорит Писание. У пророка Наума 3 глава, 17 стих. «Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как раи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были». А мед дикий означал то, что иудеи преступлением заповедей превратили сладость закона для себя в горечь. Тогда приходит к нему, говорит Евангелие, Иисус из Назарета. Крестись от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Матфея 3, 13-15. «Мне должно научить, если кто не родится от воды и духа, не может увидеть старство небесное. войти». Иоанн 3, 5. «Поэтому я должен сперва сам исполнить то, чему потом буду учить других, чтобы иудеи не имели предлога говорить. Уча других, как же себя не учишь?» Римлянам 2, 21. «Оставь ныне. Должно оправдаться слово мужественного страдальца Иова. Никто не чист, если и один день его жизни. Должно мне очистить древний грех плоти. Должно обновить душу духом и тело водою. Оставь ныне. Для меня первого должна раскрыться эта утроба воды и духа, чтобы мне сделаться первородным из всех братьев. Эта утроба послужила соблазном для иудеев, коих и обличает пророк такими словами. С самого рождения отступили нечестивые. От утроба матери. «Оставили его». Солом 57, 4. «Тогда оставил его». Когда он сошел Иисус в Иордан, великое чудо возлюбленное представилось осям зрителей. Они увидели источник, омывающийся в реке, и реку, погружающуюся в воду. Ведь Христос источник, как говорит Он Сам, «Меня, источник воды живой, оставили». Иеремея 2, 13. «И как говорит ему невеста церковь, «Источник запечатанный сестра твоя». Песня 4, 12. «Он же Сам и река, согласно словам пророка. Река Божия наполнилась вод». Сошел на воды, и они осветились. Он осветил их. Если кто из вас возлюбленный еще не очищен крещением, пусть он придет и созерцает, как Отец с неба провозглашает. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Иордан взывает. Дух очищает воздух. Отец именует Сына. Сын очищает небо. Дух украшает землю. Облистает воздух. Ныне исполнилось древнее пророческое слово. День дню открывает речь. Салом 18, 2. День отец, день сын. Отец сыну отрыгает слово, как говорит Павел. «Возьмите меч духовный, который есть в Слово Божие». Эфисянам 6, 17. Этим глаголом «Досоединить всех нас во Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава и держава во веки веков. Аминь».